здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор разбор инфоповода который произошел буквально вчера господин или товарищи я не знаю как называют руководителя китая вообще как принято его называть си цзиньпин прибыл в москву для того чтобы встретиться с владимиром путиным и давайте не будем откладывать надолго приветственную речь любезности потом а начнем с приветствия двух руководителей китая и россии как они поприветствовали друг друга и посмотрим самое главное что скрыто между строк что каждый из них принес на эту встречу и что ждет от этой встречи и давайте смотреть степень заинтересованности их друг в друге и так уже мы видим что путин расстегивает пиджак и смотрите такой наклон вперед поправлять значит расстегивает пиджак это говорит о заинтересованности в собеседнике в том что он начинает беседу он ничего не скрывает это вообще очень хороший жест для коммуникатора дальше наклон вперед тоже подтверждает заинтересованность собеседники поправляет галстук это говорит о том что путин хочет понравиться да это же самопрезентации далее нетерпеливый рывок вперед говорит о большей заинтересованности то есть все жесты говорят о заинтересованности путина поворот всего корпуса буквально в сторону собеседника тоже подтверждает это то есть из этого можно сделать вывод что путин крайне заинтересован в этой беседе дальше давайте смотреть ну вот и дальше смотрите у него рука идет в паховую область когда у мужчины идет рука в паховую область знаете это такой гендерный жест говорящий о том что но человек нацелен на то чтобы сохранить самое ценное да вот у него есть он боится по большому счету он чего-то боится в моменты страха мы сохраняемся сохранить самое ценное у женщин это область груди и в случае страха женщина скрещивает руки в области груди в области живота а у мужчины это паховая область то есть для самосохранения очень важно это место и поэтому вот сейчас вот так вот сама непроизвольно путин сюда увел руку кроме того паховая область это область между ног и это тоже говорит о том что человек очень не уверен когда человек уверен его жесты размашистые когда человек не уверен он пытается спрятать руки поэтому этот жест трактуется в любом случае как неуверенность а и что мы можем прочитать по жестам путина что он крайне заинтересован в собеседнике и очень не уверен но он это будет всячески скрывать и давайте посмотрим что же си как он как он настроен и сейчас мы это увидим он тоже расстегивает пиджак как грамотный коммуникатор и в общем то все правильно делает да чтоб начать беседу он как бы ничего не скрывает но посмотрите какой жест идет дальше он он расстегнул пиджак а потом его немножечко натянул что говорит о том что не все так однозначно как я вам показываю да я открыт да я готов к беседе но все-таки какие-то козырные карты я оставлю при себе и вот это натягивание пиджака говорит об этом кроме того нет такой заинтересованности в собеседнике да он пиджак он расстегнул да ну дальше эти жесты не пошли ступни не пошли в сторону собеседника корпус не наклонился корпус сел так чтобы его удобно было снимать фотографировать то есть человек работает на камеру он даже не смотрит на собеседника и из этого можно сделать вывод что он не так заинтересован в данном случае в собеседнике ну а путин доволен он притопывает ногами и к сожалению тут наверное надо немножечко подвинуть сейчас я сдвину немного чтобы было видно как притопывает путин потому что это тоже очень важно а значит притопывает ногами демонстрирует подошвы дорогой друг добро пожаловать в россию москву и любезно улыбается поднимает челюсть и поджимает подбородок что очень важно извините тут еще раз пошло одно и то же но вы обратили внимание как си поджал подбородок давайте пусть этот фрагмент еще раз прокрутиться чтобы вы внимательно все рассмотрели я обещаю молчать вот очень интересно я не могу молчать но просто да все таки я буду вставлять свои пять копеек если не председатель дорогой друг добро пожаловать в россии в москву джин 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 вот обращайте внимание на лицо си видите как он все таки сжимает подбородок и обрет это он делает с приподнятой челюстью то есть мы еще посмотрим я при я не так сговорчив как ты думаешь да но тем не менее я приехал давай беседовать да то есть мы видим что один собеседник крайне заинтересован в беседе 2 чуть поменьше скажем так чтобы быть не не слишком грубой да теперь значит ну путин конечно же затронул больную тему собеседника и давайте посмотрим как каждый из них отреагировал рад возможности уже лично поздравить вас вот смотрите то что он сейчас говорит о визите в москву да и вот это большой успех для путина и посмотрите как он сразу его тело торжествует приобретает уверенность он откидывается на спинку стула своего и тем самым показывает полюбуйтесь мной да то есть как бы приобретает более удобную позицию не наклон вперед это же неудобно сей а он располагается удобно к вальяжно так сказать и демонстрирует что он здесь хозяин видите локтем отталкивается перри сбрыни немножко через вверх поднимают на пусть главы а потом решил что слишком торжествовать здесь неуместно и опустил челюсть и начал уже говорить то есть вот это вот он в данном случае путин считает себя красавчиком и вот это произносит да но чтобы не дразнить и не раздражать собеседника он немножечко гасит свое торжество и опускает немножко челюсть но тем не менее его весь облик торжествует радуется поздравляет с переизбранием и смотрите локоточек то есть мы все знаем как это произошло сжимает губы то есть он дает понять между строк что все это не так однозначно и мы все в курсе на что давайте посмотрим на реакцию с и вовремя усиливать и цельсию менту мента духа не целься видите поджимает подбородок поднимаем ну да он понимает о чем идет речь они обменялись немножко колкостями но скорее путин немножечко дал понять что я в курсе оси сказал да хорошо я знаю что ты в курсе а идем дальше следующий фрагмент путин хвалит своего собеседника но это естественно потому что ну он он заинтересован естественно и давайте посмотрим как он это делает насколько искренне кстати вот часто наверняка вас тоже хвалят в жизни давайте посмотрим насколько он действительно считает насколько он ну вот какие эмоции он испытывает при том что хвалит собеседника давайте смотреть за последние годы китай сделал колоссальный рывок вперед смотрите наклон вперед он проиллюстрировал вот этот рывок вперед да как бы но потом он отклонился его это скорее пугает нежели воодушевляет да но он проиллюстрировал да он проиллюстрировал и так как они все-таки как-то фразы мы заряжаемся той энергии энергии слов которые мы произносим и в данном случае действительно он говорит о рывке вперед и его тело рвется немножко вперед да но потом он отсаживается что говорит о том что нет он не воодушевляется этой идеей он не сочувствует этой идеи да он проиллюстрировал но он вернулся назад идем дальше в своем развитии судить видите а здесь у нас сжал губы подбородок взгляд вниз облизывает губы и это говорит о том что он завидует вот такая простая история понимаете когда вас хвалят и вот такие вот такое лицо при этом показывают к сожалению это похвала не совсем искренние когда хвалят и в глаза смотрят и вообще больше воодушевления когда действительно это от всего сердца а здесь получается что надо сказать а дальше локтями во всем мире это вызывает неподдельный интерес и мы даже немножко вам завидуем в китае созданы знаете вот здесь вот я хотела бы сказать что путин действительно очень грамотный коммуникатор вот при всем том что ну как бы я не относилась к нему да вот в данном случае он сделал очень грамотный коммуникационный прием он показал свою свою боль да он он искренне показал свою боль вот это вот все таки как ни крути но вот вот эта зависть она витала уже в его теле да вот самого начала фразы но потом он он все-таки произнес что мы вам все-таки завидуем вот он как вот изначально это было видно по телу и если бы он это не сказал это был было бы уже ну вот для грамотного коммуникатора это уже такой знаете вот бессознательно ты даешь сигналы тела да а собеседник это считывает а ты не произносишь и получается ты что-то скрываешь а здесь получается он произнес и тем самым ну обнажил свой недостаток до зависть это плохое качество плохое чувство да но тем не менее он открыл перед собеседником немножко душу и тем самым приблизился к нему вот это вот очень хороший прием который я вам рекомендую использовать и в своей жизни если вы чувствуете что ну действительно вот хвалите но понимаете что все-таки зависть вот все-таки есть говорите честно ну да я тебе честно говоря тебе завидую этим вы подкупите еще больше своего собеседника вот несмотря на то как бы я к нему не относилась но вот этот прием в его исполнении был хорошо отыгран тем не менее весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства она намного более эффективные чем во многих других странах а видите вот сужает колени а ему это совсем не нравится притопывает сейчас все-таки сделаю поменьше потому что притопы не видны а да значит смотрите притопнул не пропустили мы еще и пяткой это очевидный факт уверен под вашим руководством китае сделает ближайшие годы дальнейшие шаги в своем развитии но все-таки не нравится ему не нравится успех китая но он в одном своем как в одной своей эмоции он признался но другую эмоцию он все-таки держит при себе он боится развития китая потому что это очень страшный соперник для него и как бы он сейчас не хвалил своего собеседника он понимает что это все просто ну там много чего скрыто и поэтому вот такие вот эмоции конечно же а и презрение и сжимает губы и напрягает челюсть и локтями отталкивает а сейчас давайте смотреть очень очень много и эмоции совсем не позитивные то есть хвалит но эмоции там ого-го какие на хвалит не искренне должна сказать у вас за тех целей которые вы ставите вот яссин за и вы лаетесь и нянет займин до линдау ся дунгу и тенипу сянчин фата и и диньвы и ванчанин со пушу то донял то коджа фарра мубио символично что ровно 10 лет назад мы с вами встречались вы совершили свой первый визит в качестве председателя китайской народной республики в россии и смотрите как с трудом он произносил вот эти похвалы да который который он произносил а потом он погладил колено и напомнил о том что первый визит после его избрания он сделал именно в россию не забывай но то есть вот и это сказал уже легко с радостью с эмоциями вот видите как он сложно подбирал слова чтобы похвалить какой как много эмоций причем эмоции негативных а здесь вот прям с большущей радостью он отметил что все-таки имей ввиду что ты ценишь нашу дружбу да но вот это вот такой приемчик и с другой стороны свое самолюбие он немножечко успокоил до колени это наша гордыня и видите как тело само по себе дает все сигналы и не надо никакого переводчика да но если ты разбираешься в языке тела идем дальше следующий фрагмент а значит что у нас по развитию отношений давайте за это время ой как все сложно за это время отклоняется печаль челюсть вниз не смотрит на собеседника вина сейчас будет локтями в сторону вздох совсем не радостный и о чем о чем же пойдет речь о чем же все-таки пойдет речь видите какая пауза нам сложно подобрать нужные слова до сжимает рот губы напряжение челюсти кивает не смотрит на собеседника то есть все жесты говорящие о том что как все плохо о чем же он скажет сделали существенные шаги в развитии наших отношений о гуга о гуга оказывается о развитии отношений речь идет но конечно с таким лицом именно о развитии и об успехах надо говорить вот если с таким лицом вам говорят об успехах имейте ввиду что все это вранье сплошнейшие да и так скороговоркой проговорил про развитие наших отношений ну нет нет конечно же тут я ему совершенно не верю как сказал бы станиславский да но давайте идем дальше следующий фрагмент более чем в два раза увеличился на старт наш торговый оборот он до шуми мау его фанайфа шантикун опять надо подвинуть потому что там опять он притопывает ногами а этого не видно 87 с небольшим сейчас уже под 200 100 185 ну вот он с радостью до приводит цифры для того чтобы заинтересовать он всячески пытается заинтересовать собеседника помнить в начале беседы мы видели что он заинтересован в этой беседе поэтому конечно же он будет приводить нужные цифры он будет всячески убеждать и он это делает с удовольствием и смотрит на реакцию так смотрит а потом дальше что а реакция ему не нравится смотрите какая досада опускает челюсть опускает глаза а вот пошли жесты манипуляторы что-то потрогал на столе потом пошел теребить подлокотники то есть реакция не понравилось этим он собеседника не зацепил и к сожалению видите все плохо убирает ногу в общем все плохо к сожалению ну вот так вот видите очень очень все сложно сильно сжимает губы подбородок не смотрит на собеседника ну в общем мы видим это фиаско братан ну у нас очень много совместных задач целей видите локтями отталкивает говорит о задачах о целях но сам локтями отталкивает и услужливо склоняет голову да я на все готов и он понимает что эти цели будут не в его интересах поэтому идет такое бессознательное противодействие вот этим целям которые будут явно ему навязаны он отлично это понимает что игра на его территории знаю что вы лично все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских наши небольшое внимание видите много вины много локтем отталкивает ну то есть все плачевно все плохо такого унылого путина я еще не видела честно говоря вот такая вот история до идем дальше следующий фрагмент внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса в украине видите рукой отталкивает но не грубо то есть вот это вот то что китайский лидер привез план урегулирования явно не подходит но отказ будет получен очень мягко то есть он не хочет напрямую конфронтации он понимает что если он сейчас скажет по-настоящему да как он считает конечно же он больше потеряет но вот его жест говорит о том что ему это не подойдет и вот сейчас я забегая вперед может быть но должна сказать что вот на момент встречи этих двух лидеров да я так понимаю что компромисс еще пока не виден точно не знаю что они там они очень долго говорят вчера еще там совещались провели там много времени вместе не знаю чем они занимались но изначально на момент встречи никто из них на компромисс идти не готов и даже путин который вот все у него все потеряно да он вот не ему не подходит то о чем идет речь вот об этом плане выхода из кризиса он вот этим жестом показал что это это не для него кроме того смотрите подтверждение того жеста да он это сделал не грубо но ему это не подходит а далее выставляет лоб идет злость сейчас смотрите как он злится отвращение ему это совершенно не подходит смотрите как не нравится уводит челюсть ну то есть он он не может драться да поэтому уводит челюсть досада от этого что не может драться не смотрит на собеседника ну то есть вот все все он хочет сказать здесь вот 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 ему не подходит совершенно поэтому вот тот план который привез китай он либо будет пересмотрен либо его не будет понимаете вот вот такая вот 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 настрой людей да и вот язык их тел я я сразу я не знаю если ставки на это их я могу смело поставить на то что вот в том виде в котором китай привез это соглашение путин этого не подпишет ну хотя что еще от него зависит да взгляд на собеседника надежда на понимание но опять идет разочарование опять сжимает губы поджимает подбородок опускает глаза сглоты сейчас вот видите сейчас смотрите сглатывает но у него там кашель пробивается я не знаю что у него с этим кашлем он слишком часто это делает возможно он болен не знаю но видите получается что он сказал свое фи господину си и понял что си это не одобрит и это ввергло его в еще большую депрессию конечно у нас будет видите активно слушает кивает да но человек не показывает своих эмоций вот это вот улыбочка она ни о чем вот если даже вы видите что вам улыбаются не верьте особенно если перед вами грамотный коммуникатор возможно так что там у нас конечно у нас будет возможность обсудить так смотрите участвует рукой то есть пытается усилить свой посыл да то есть у нас будет возможность обсудить это включает иллюстраторы притопывает ногой расширяет насколько про носком пространство о чем это говорит о том что у путина есть какие-то ресурсы которыми он может заинтересовать как он считает может заинтересовать своего собеседника то есть вот в данном случае вот в том виде в котором ты привез мы это не подпишем но мы тебе приготовили какие-то подарочки или какие-то аргументы которые заставят тебя согласиться вот что говорит его тело но вы знаете настолько уныло он это говорит настолько без воодушевления что я все-таки возьму на себя смелости предположу что эти аргументы он даже для себя считает ничтожными ну вот так вот поэтому но тем не менее все таки идут вот эти жесты ему есть что предложить пяткой расширяется смотрите вот пятку немножко уводит носком притопывает а потом пятку придвигаем что вы исходите из принципов справедливости и соблюдение основополагающих положение международного права в стороны мы и лёжет а тунfом и че тк икаи я еще но я все Sylika под football to д полить все уже нетерпеливо ждет когда это закончится потому что она уже нетерпеливо перетопывает ногами и умпин тонн и цунду пози фата титан тунца неделимой безопасности для всех стран хайо что же кого кончен пусон гуян за вы также ну да уже устал глаза закрывает сейчас отклонится немножко да вот челюсть приподнял да вот смотрите надоело надоело это слушать видите челюсть немножко вперед или в сторону ну то есть скрываемая агрессия честно говоря но скрываемая какая-то негативная эмоция которую он не хочет чтобы это видели не нравится ему что вот это вот бодягу разводят но тем не менее ладно сидит дальше идем дальше смотрим а теперь мы давайте посмотрим на сидим пина как он уже путин высказался да мы увидели все реакции теперь смотрим на сидим пина и какие реакции будут у него он опять немножко попытался натянуть пиджак что говорит да я буду с тобой раз говорить да я буду открыт я пиджак не застегнул но все равно я кое-что буду придерживать все я тебе не расскажу при этом расправляет тело ну конечно засиделся надоело ему это все она выслушал да очень хорошо выслушал молодец давайте смотреть видите но он пытается просто немножко тело привести в порядок вот закрывает лацканы пиджака поправляет немножко варьами пути я всегда называю вас моим дорогим другом но здесь приходится дождаться перевода да ну то есть он закрывает лацканы пиджака на том что говорит о дружбе ну конечно же это дружба такая как как у политиков да это понятно что они друг другу чай просто так не ходят попить да но на тем не менее это многом говорит вот закрывая пиджак и говоря о дружбе мы понимаем что это за дружба а дальше идем по поводу так 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 сейчас секундочку вот приятно посетить москву как отклоняется и локти в сторону о чем же он говорит поджимает подбородок если за его я не могу дать учить же холода шоу-фоу шоу-фанкать мне очень приятно по вашим приглашению еще раз посетить россию с государством визитом но вы видели да то что он и локти отодвигает про локти это прям отдельная история которой я постоянно в своих разборах говорю если вам интересно не забывайте подписаться на канал если вы случайно сюда зашли и вообще поставьте лайк дизлайк этому видео до чтобы его посмотрели больше пользователей но вот что касается локтей то это территориальный жест и когда мы отталкиваем что-то от себя это значит нам что-то не нравится и здесь он говорит о том что как ему приятно посетить москву при этом локоточками причем обоими он отталкивается поджимает подбородок поджимания подбородка это говорит о том что что там мы скрываем что-то мы не договариваем ну соответственно делайте выводы а дальше следующий фрагмент что еще сказал си смотрите как он убрал ноги это говорит о том что он избегает этой темы о которой говорит а значит дальше поправляет галстук это сама презентация смотрите он избегает и сама презентация как это трактовать вот он говорит о чем то что его пугает где он не хочет участвовать а сама презентация говорит ну я же хороший я выше этого да вот сейчас мы посмотрим о чем он говорит под к сожалению это только через переводчика да вот после того как переводчик переведет но вот его тело уже сразу все сказала то о чем он сейчас только говорит и хватается за подлокотники отстраняется то есть ему это вот что о чем он говорит ему это очень не нравится он считает это ниже своего достоинства и о чем же речь вот прям у меня есть подсказка вы можете кстати остановить и написать свои предположения если вы смотрите поджал подбородок отвернулся локтем отталкивает наши страны имеют ноги одинаковые или схожие цели в нашем стремлении берите а вот тут вот очень серьезный момент то есть он говорит о том что у нас одна цель но при этом столько жестов тела говорящих о том что цели совершенно разные и я боюсь твоей цели для меня это ниже моего достоинства помните вот этот галстучек который он поправил то есть цели абсолютно разные это с какой целью он приехал мы узнаем только после встречи возможно узнаем возможно это и останется в кулуарах этой встречи но тем не менее цель встречи другая не объединиться вовсе как рассчитывает путин вот такая вот история идем дальше следующий фрагмент по поводу помощи китая сейчас будет и это действительно правда смотрите видите ноги выдвигает вперед притопывает то есть вот здесь вот идет захватническая деятельность ноги вперед до ноги захватывают новую территорию и речь как раз об этом идет смотрите как тело вообще все полностью рассказывает заранее да вот даже без переводчика видно что о чем идет речь я еще вам очень признателен в том плане что всегда за все последние годы в отношении развития строительства китай лифт всегда положительным образом нам относится вы всегда оказывает нас поддержку и конечно мы это ощущаем мы вам благодарны и еще бы не ощущать сколько денег в бухана в этот китай но нам россиянам налогоплательщикам этого неизвестно но видимо они оба знают о цифрах и знают прекрасно а да вот такая вот история но вот здесь вот он действительно говорит правду и ничего не скрывает он действительно благодарит своего собеседника и отмечает это да что вот я тебе многим обязан но кстати имейте ввиду что в политике это не имеет значения проговорить да но это не значит что он будет его ему вот во всем с ним соглашаться и ему все все разрешать да то есть да я это ценю я за это благодарен да мне это нравится когда ты мне помогаешь но как бы котлеты отдельно мухи отдельно адам ну и итог в итоге что он сказал вот тоже очень важно давайте посмотрим и в итоге он убирает ноги вот видите когда про благодарность да у ноги выставил вперед да действительно это есть было будет наверняка потому что сейчас можно просить все что угодно но подытоживая он убирает ноги то есть извините я как бы согласен что вы нам много помогли но это не будет влиять никак да давайте я сейчас меньше сделаю чтоб и себя наверно в сторонку немножко а потому что мы смотрим все таки на си и здесь важно его ноги видеть улыбка закончилась да смотрите дальше ладонью отталкивает то есть он он сидел до вежливо улыбался но тут улыбки больше нету по деловому значит по деловому в деле развития китайско-российского международного стратегической взаимодействия мы должны с одной стороны добиться цели обеспечения справедливости и равенства в мире а с другой стороны в этом процессе добиться дальнейшего развития и процветания в наших странах вопросы будут решаться уже без улыбочек которые были для фото и видеокамер а значит что эмоции в сторону он точно не будет нигде уступать ему не особо это надо вот да что то надо вот и он рассчитывает на дальнейшую помощь а что касается уступок то здесь будет разговор уже на другом языке вот такая вот история поэтому знаете конечно но я я не знаю я не политолог и не могу ничего такого прям предполагать к чему они придут да но по их настрою я вижу что уступки будут со стороны россии просто вот огромные со стороны китая ничего не будет уступаться и тут сейчас он приехал просто вот чтобы получить максимально споверженного споверженного путина и есть у него какие-то ну там я не знаю политические какие ситуации да напишите мне в комментариях почему он вообще приехал до казалось бы сейчас на путина выписан ордер на арест и ну как бы с ним уже теперь можно сказать он не рукопожатный да в среде политиков но китайский лидер почему-то приехал вот объясните мне пожалуйста в комментарии это я со своей стороны увидела язык жестов надеюсь что вам это помогло разобраться в ситуации напишите свое мнение может быть вы какой-то жест трактуете по другому может быть вы вообще эту встречу трактуете по другому напишите свое мнение я с удовольствием почитаю ваши ваши взгляды посмотрю может быть с чем-то я даже соглашусь да спасибо вам большое за внимание не забывайте подписаться на мой канал если вам интересны такие разборы вообще язык тела это очень классный инструмент с помощью которого вы всегда будете на шаг впереди любого собеседника и вот даже без переводчика я в принципе вот еще переводчик не успел перевести да то что сказал си я уже все прекрасно понимала о чем идет речь поэтому изучайте язык тела и будет вам счастье я с вами прощаюсь до новых встреч а